Этот двор в столице Карачаево-Черкесии благоустроен 2-3 года назад, а до того представлял собой настолько унылое и неприглядное зрелище, что на территорию даже живность не решалась заглядывать. И не только сюда. Лишь в 2017 году в Черкесске и других населенных пунктах республики началось то, что ранее удавалось сделать лишь точечно. Принятая на федеральном уровне программа формирования комфортной городской среды позволила сдвинуть с мертвой точки благоустройство дворовых территорий. В рамках этой программы предусмотрено благоустройство придомовых территорий, то есть это минимальный перечень работ, это ремонт проезжей части, устройство детской площадки, установка лавочек, фонарей, урн и дополнительные работы также у нас предусмотрены. Это работы по озеленению территорию путем завоза плодородного слоя земли и установка сушек для белья. Эти работы являются дополнительными, эти работы идут в нагрузку подряд на организации, поэтому не всегда у нас есть возможность выполнять эти работы, что в свою очередь приводит к вопросам со стороны жителей данных МКД. Одним из пилотных проектов благоустройства стал двор по Октябрьской 48-50. Когда ему только-только придали радующий глаз облик, даже взрослые горожане были так счастливы, словно вернулись в детство и получили любимую игрушку. В 2017 году первый отбор кандидатов на благоустройство оказался по сути безальтернативным. То есть все 85 поданных в срок заявок от жителей дворов приняли в работу. Это и понятно, очень уж убого они смотрелись, но и остальные были ничуть не лучше. Но почему тогда обращений не оказалось больше? Дело в том, что далеко не все люди верили в кардинальные перемены, а потому махнули на призывы городских властей, мол, ничего путного не выйдет. Зато когда строители отправили в полет первых ласточек, то есть сдали дворы, мэрию Черкеска завалили вопросами и претензиями, почему у нас не ведется такой же ремонт, чем мы хуже. А ведь власти региональной столицы на протяжении нескольких месяцев проводили рекламную кампанию, призывая граждан отложить в сторону лень и неверие и подать заявку на благоустройство. До начала работ по благоустройству при домовой территории жильцами дома обсуждаются дизайн проекта будущего двора, благоустроенного двора. Это делается в два этапа. Первый этап – это сотрудники управления ЖКХ развешивают объявления о сборе жильцов для обсуждения дизайн-проектов, презентуют им дизайн-проект и оставляют данный дизайн-проект старшему по дому для принятия решения, внесения изменений, подачи предложений. Спустя 10 дней данный дизайн-проект мы забираем у жильцов, вносим здесь изменения в схему двора, виды работ изменяем и, исходя из финансирования, уже отталкиваемся по видам работы. Мы выезжали по сигналам граждан, сами выезжали, мониторили дворы, мониторили мы процессы благоустройства, по завершению благоустройства. Также мы касаемся и наблюдаем за теми дворами, которые не выполнены еще замечания, вот допустим, 2021 года дворы. Могу показать, мы не о каких-то абстрактных вещах говорим, инопланетных, а, допустим, когда асфальт без достаточного количества смол. И нам мэрия говорит, что вот сертификаты, зачем мне или жителю двора их сертификаты, если я вижу, что щебень отделяется от покрытия. И когда мы, жители города Черкесска, имеем возможность заехать в этот бор через год, я вот так ножкой делаю, и там уже ямочка, то есть выбоина. Собрание жильцов – это особенное мероприятие и, как показывает практика, очень необходимое, ведь на нем многие горожане хотя бы узнают, кто их соседи. Познакомиться, пообщаться, найти общие интересы, в том числе касающиеся видения благоустройства. Мнения могут отличаться, но люди должны понимать, что компромисс им придется искать между собой. Кому-то нужно больше парковочных мест, другие хотят детскую, спортивную площадки, третий мечтают о зеленой зоне. Осуществимо многое, но вариант должны принять все жители дома, иначе придется довольствоваться тем, что для них выполнят строители по первоначальному проекту. Данный проект у нас разрабатывается в управлении ЖКХ специалистами, то есть то, как видит, например, наш специалист данную дворовую территорию. Этот дизайн-проект отдается жителям на согласование, жители вносят свои изменения, хотят ли они там тут парковку наоборот, либо тут парковку, вносят свои изменения и по результатам они вот записывают сюда свои предложения, замечания, также согласование указывается. Исходя из этих замечаний уже мы формируем уже готовый план благоустройства дворовой территории. Каждый двор он индивидуальный, поэтому где-то можно рассмотреть там количество парковочных мест увеличить, где-то наоборот мы увеличиваем зеленые зоны, потому что слишком много там асфальта, тоже не хочется закатывать весь двор в асфальт, поэтому мы стараемся предусмотреть большое количество зеленых зон. Правда, в последние годы в городе все чаще раздаются звуки пилы и падающих деревьев. Большинство людей постоянно высказывают по этому поводу недовольство. Понять их можно, поскольку в жаркое время тень была бы не лишней. Вот только, к примеру, в Черкесске немало деревьев, которые давно исчерпали свои жизненные ресурсы и после очередного сильного ветра имеют шанс оказаться на крыше какого-нибудь автомобиля. Потом забот не оберешься, доказывая, что коммунальщики сделали все возможное для предотвращения несчастного случая. Впрочем, говорят в мэрии, удаление аварийно опасных деревьев – необходимая процедура. Зато у жителей появляется стимул тоже сделать для своего комфорта что-то полезное. В каждом дворе, как правило, есть такой костяк жителей, которым не все равно там на состоянии дворовой территории. Они с нами в контакте, всех мы знаем в лицо, они к нам обращаются. Есть вопросы, которые вне нашей компетенции, к сожалению, но есть и вопросы, которые в нашей компетенции мы стараемся оперативно решать, идти навстречу, вне зависимости от того, прошел у них срок гарантии, либо нет. Касаемо зеленых насаждений на дворовых территориях, там также делятся жители на два лагеря. Одним нужно это дерево, другим это дерево не интересует. Как правило, у нас создана комиссия муниципальная, в которую входят и общественники, и депутаты, и сотрудники ЖКХ. Они проводят обследование зеленых насаждений и принимается решение о сносе, либо о том, чтобы оставить эти деревья. Те дворы, где, к сожалению, мы были вынуждены снести большое количество деревьев, к нам также обращаются старшие домов этих, мы выделяем им саженцы. Одним из условий этой программы является 30-процентное софинансирование со стороны жильцов, но оно не должно быть именно финансированием. Они могут именно своим трудом также оказывать содействие. Да, во многих дворах есть такие жители, которые в процессе работы даже присоединяются, помогают там ровнять чернозем, убирать строительный мусор. До какого-то периода в комиссию, которая определяла список дворов на благоустройство и контролировала ход строительных работ во дворах, входили и представители регионального народного фронта. Совместные объезды территорий помогали определить объемы того, что необходимо выполнить, а также контролировать количество и качество уже предоставленного в пользование населению. Мы находились всегда между заказчиком мэрии городом черкесском, подрядчиком и людьми. Вот посередине некое связующее звено, которое способно было доступным народным языком объяснить, если сейчас речь пошла о гражданах, гражданам, что они требуют законно, а что, допустим, ну, вне зоны программы благоустройства. Это было, мы так работали до определенного момента, пока в городе Черкесске перестала работать общественная комиссия по благоустройству территории. Сначала она перестала работать, просто не работала год, там, 21-20. А потом мы узнаем, что представителя народного фронта в этой комиссии просто, она заработала, он просто исчез, как ненужное звено. Рекомендации общественников после собственных рейдовых мероприятий и сейчас нередко являются для заказчиков и подрядчиков инструкцией по устранению недоработок. Так, благодаря совместным усилиям городских властей, депутатов и Народного фронта, не раз удавалось приводить в порядок дворы после первичного капитального ремонта. Где-то подрядные организации сразу выполняли задуманное так, что на сделанное невозможно было смотреть без восторга. В иных случаях помогало мнение сторонних наблюдателей. Причем об отношении жителей к тому, что чуть позже появлялось под окнами их домов, можно понять сразу. Если на презентацию горожанам дизайн проекта приходили единицы собственников квартир, то и конечный результат мало кого устроит. Невозможно угодить людям, которые с самого начала не проявляли заинтересованность в благоустройстве и не знают, чем именно будет наполнена их территория. Порой бывало и так, что во время встреч горожанам предоставлялся макет, в него вносились какие-то правки, а конечный вариант оказывался совсем иным. Город Черкесск, фабричная 112. Мы находимся в благоустроенном дворе в 2021 году. Этот двор возглавляет антирейтинг плохих дворов. Здесь детская площадка недоделана полностью, некоторых элементов не хватает. Покрытие резиновое уложено волнами, выпирают торцы. Асфальтовое покрытие без достаточного количества смол уже наблюдаются выбоины. Также мы видим незавершенность благоустройства этого двора. Валяется строительный мусор на клумбах. Международная 85. Это вообще интересно, такой заколдованный двор. Там провелось то, что положено было проводиться с людьми собрание в год перед началом благоустройства. Такое собрание было проведено в 2019 году на 20-й год благоустройства. Но благоустройство в 20-м году не произошло. Людям пообещали нечто, пообещали в том числе спортивную площадку. Вот людям вышли и пообещали. Ладно, перенесли двор, его отодвинули. Также прошло второе собрание с людьми перед благоустройством уже 21-го года. И там людям заявили, что площадка благоустраивается спортивная, действующая, старая, не будет. Люди возмутились, обратились к чиновникам и площадка вернулась в проект. Но теперь неприятный сюрприз подготовила уже подрядная организация. Площадка была сделана. Но как? Там куча недостатков, рвутся десятки мечей порваны. Мы, допустим, выезжаем со средствами массовой информации и эти мечи лежат. Там три меча постоянно находятся. То есть сварочные работы были произведены некачественно. Сетка не загнули ее вовремя. И такая проблема по этому двору. То, что там три подрядчика. Два. Один делал дороги и другой делал детскую площадку. И вот третий подрядчик, которому поручили сделать спортивную площадку по просьбе жителей. И замечания есть на всех этапах. Там семь бордюров подряд смещены. То есть это означает, что их положили на какую-то бетонную смесь некачественную. Они просто ушли. Вот так находятся. Потом на детской площадке нет покрытия резинового. Отсутствуют элементы вообще. Целые элементы недоделаны. А двором люди уже пользуются. То есть он, по нашему мнению, да и по-моему мэрия нам говорила на заседании, что его не сдали. Двор не сдал, хотя его делали в 2021 году. По международной 85 у нас был контракт заключен в 2021 году. По результатам торгов победителем стала одна из подрядных организаций. Но в процессе работ возникли проблемы у данного подрядчика. В связи с чем мы, как заказчики, были вынуждены подать на него исковое заявление в суд. На сегодняшний день уже есть решение суда. Подано также встречное еще заявление о возврате денежных средств, которые подрядчик освоил. Но, тем не менее, эти вопросы не касаются жильцов данного дома. Поэтому руководством мэрии принято решение о выделении бюджетных средств для завершения данных работ. Данные работы мы планируем до июня месяца завершить, все недостатки исправить и сдать уже готовый двор жителям МКД. Жители отремонтированных территорий с новыми детскими и спортивными площадками, лавочками, урнами, работающим в вечернее время освещением, должны понимать, что сделанное для них необходимо беречь на протяжении многих лет. Никто не будет каждый раз восстанавливать поломанное вандалами. По крайней мере, программой ничего подобного не предусмотрено. Да и портят чаще всего свои – те, кто живет во дворе или постоянно приходит в гости. Нашли нарушителя, наказали рублем, который пойдет на восстановление испорченного. Остальным будет неповадно. Только так удастся сохранить для жителей то, что появилось под окнами их домов относительно недавно. В нынешнем году благоустройство коснется 12 общественных и 56 дворовых территорий, в 16 муниципалитетах Карачаево-Черкесии.